Теперь вы должны терпеть все. Есть смысл, конечно, хоть минимальный какой-то запас наличности сделать. Что будет с карточками, вообще неизвестно с банками. Понятно, что девальвация будет рубля. А вот теперь попробуйте вспомнить, каким образом вы приобрели все свое имущество. Есть ли у вас подтверждающие документы на машину, квартиру, не знаю, какой-нибудь земельный участок, что вы законно их приобрели. Всем привет. Имущество и накопление россиян будут конфисковывать. Уже сколько раз в последнее время чиновники намекали нам об изъятии накоплений и вкладов россиян. И вот дождались. Слухи оказались не случайными. Оказывается, наши законодатели нашли таки способ добраться до сбережений граждан. Стало известно, что Минфин разрабатывает поправки в гражданские и бюджетные кодексы, которые позволят конфисковывать имущество и сбережения граждан. Если граждане не смогут доказать, что получили их законным путем. Поправки будут добавлены в статью 46 и 146 бюджетного кодекса РФ. Все изъятые средства планируются направлять на покрытие дефицита пенсионного фонда. Оказывается, несмотря на скандальное повышение пенсионного возраста, никакого существенного эффекта для бюджета не произошло. Сегодня мы узнали, что Минфин решил конфисковывать подозрительные накопления россиян и перечислять их в Пенсионный фонд России. Законопроект внесен в правительство. И что в нем указано? Вот, например, что новые нормы могут вступить в силу уже в декабре этого года, при этом в Минфине пока не сообщили, кто будет проверять закон на это получение денежных средств или нет. Да, и не определились пока, какова будет минимальная сумма, которая может вызвать сомнения контролирующих органов. Дмитрий, для чего это делается, какие последствия можно повлечь? Ну, я начну даже не для чего это делается, а какие темники, то бишь, какие методички уже зашли. Значит, методички в средства массоинформации зашли следующие, что это борьба с коррупцией, что это борьба с маздоимством, что это борьба с теневыми доходами, и что весь народ в едином порыве воспримет данные меры, поскольку они народ не касаются, они воспримет исключительно хорошо и правильно. И еще вошла по методичке, что пенсионный фонд сильно большая дыра, и давайте туда еще дольем в эту дыру. Ну, то есть я особенно, вот последний тезис, меня, честно говоря, вот где логика, где здравый смысл? То есть если еще первый, это там чувство социальной, так скажем, справедливости, в кавычках, ну, конечно, обобрать какого-то условного богача, который там не доказал, что у него деньги нажиты там честным путем, это отлично. Я не сомневаюсь, что к нам прибегут тролли, которые будут говорить, что сейчас мы на стороне богатых. Да нет, дорогие мои. Я на стороне обычного здравого смысла и обычного человека, ну, такого, как, например, Евгения Романенко и Дмитрия Потапенко. Ведь вы просто вдумайтесь, еще раз все, еще раз говорю, вдумайтесь, что презумпция невиновности, то есть откуда у вас появились средства, теперь не надо никому доказывать. Вот Жень там сделал некий пассаж на предмет того, что они еще не разработали, как доказывать, типа, незаконность. Да нет, они теперь просто, любое средство, которое у вас есть, и любое имущество, говорят, знаете, мы что-то посовещались и думаем, квартира 12 метров, а, наверное, это социальная норма, а вот 13 метров, это не социальная норма. А докажи-ка нам, родной житель нашей любимой страны, что эти, соответственно, этот метр ты купил назаконно. А вот теперь попробуйте вспомнить, каким образом вы приобрели все свое имущество. Есть ли у вас подтверждающие документы на машину, квартиру, не знаю, какой-нибудь земельный участок, что вы законно их приобрели? Вот ключевой вопрос. Законно приобрели? Вероятнее всего, у вас попросту есть сейчас свидетельство о собственности, но свидетельство о собственности не подтверждает, что вы законно получили средства или данное имущество. Посему данный законопроект как раз открывает просто огромную пропасть, которая называется отсутствие презумпции невиновности. Вместо того, чтобы любым органам доказывать незаконность приобретения, теперь вы обязаны доказывать, что вы каким-то образом законно получили средства на это, на то или иное имущество. Вот чем грозит нам этот великолепный законопроект, который, естественно, народ поддержит. Ну а второе вишенка на торте, что поскольку пенсионная система в том виде, в котором она существует, должна была умереть как минимум лет сто назад, но мы ее продолжаем, вот этот инвестиционный фонд, не называйте его никогда пенсионным фондом, инвестиционный фонд просранных денег все время поддерживает, вот давайте туда еще дольем денег. То есть они и теми деньгами управлять не умеют, и этими деньгами управлять не умеют, но давайте им денег добавим. Вот он, собственно говоря, экономический результат этого законопроекта. Теперь вы должны терпеть все, от пенсионной реформы до Росгвардии и вот эти изъятия денег в пенсионный фонд. Это говорит о том, что ситуация очень плохая сейчас в экономике, и мы это увидим осенью. Что касается, скажем так, безопасности, наверное, есть смысл, конечно, хоть минимальный какой-то запас наличности сделать. Что будет с карточками, вообще неизвестно с банками. То есть возможен масштабный банковский кризис, что все это будет отключено и будет хождение только наличности. Кто-то советует валюту запасать, но мне кажется, это не столь принципиально. Понятно, что девальвация будет рубля, но тут ключевое даже не это, а то, что в принципе, чтобы можно было пойти что-то купить, там, про питание себе. Речь не о сбережениях, а про питание. Поэтому здесь, мне кажется, и наличность в рублях, она очень и очень... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова